друзья всем утро доброе у нас время 6.50 приехала на песочек так сказать пока я приехал сделал один рейсик взял талон короче спать на колею лег только проснулся сканин раз стоит кто там андрюк да андрюк андрюк тоже спит полу застарился полу это только с этой стороны в старку натянул и спит чувак короче в руки не проснулся еще я короче никак не раскачаюсь добрались до выгрузки а тут мужики как вы видите все 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 стоят на облачине и мы к ним прижимаемся разгружается дав вот он бульдозер как по мне ребят я так понимаю просто наверно выгрузка не успевает поэтому тут машинки собрать короче стояли мы на им часок ребят и нас отправили куда-то там подальше здесь сказали будет разгружаться одни одиночки одиночки в том смысле двухосная машина одноногие одно мостовую а вы горит двух типа мостовые трехосники все едут вот видите куда прямо вольво едет вот я за ней вот такая тут херовая выгрузка здесь особый прицеп не затолкаешь потому что только стоит чуть влево вправо все машина на песке сразу начинает буксовать поэтому нас куда-то отправили прямо дальше не знаю что там за выгрузка поим посмотрим хотя у ребят по рации спрашивал они говорят ночью плохая там была выгрузка типа дождик ливень шел там дорогу всю короче раскатали это раз во вторых там нету бульдозера если застрял тут и ну ты короче встрял просто потому что там дернуть я некому будет здесь такой бульдозер толкает достал чалку либо трос ну тебя вытащили а там как бы тебя никто не вытащит поэтому там как я понял право на ошибку нету тяжко конечно на песке она по песку так идет 2 как умирающий лебедь но прет как танк вот видите идут куда-то ребята и мы за ними топ на асфальте к забираем так как я понял вот мы где-то тут а вон мужики так понимаю выгрузка где вон она куча камазик стоит наш короче сюда мужики нужно я 3 это наш камазик задом задом я так понимаю там развернуться ему негде что там очко очко да очко да хотя он и здесь буксует он здесь с разгона надо вот я резина такая бодра до специально на особо грызла велосипед постройки не работает который там вдалеке да здесь очко блять а поскольку нагружена воздуху я лет по моему он здесь и остался у него правая сторона провалилась по дороге не вылез да он уж на бак утонул да я даже не собираюсь суваться все этот зарылся да и этот сел они думают что хули мы на танках ибо если трехос на машину то я вам не сказал горит блять всем там нравится им ебало такое нравится хоть я сюда пока не сунулся ебаный в рот дрочить машину только короче смысла мне сюда ехать нету надо каким-то образом разворачиваться не знаю что делать так что мужики извиняйте за маты вы сами понимаете в нашей сфере без мата никак но это в натуре просто жопа блять вот как засылает в такие выгрузки чем думают я не знаю да вообще я думаю они нихуя не думают они просто засылают и все газа газа марсик газа а то тут глина блять даже он и не понял что такое глина что будем делать разворачиваться сюда я уж точно не заеду и не заеду и не выйду а как здесь развернуться друзья я тоже не знаю площадка очень маленькая как вы видите туда сунуться не вообще не стоит надо здесь как-то развернуться а как они как я тут мне развернусь мне просто не хватит радиуса разворота хотя если только пробовать не спускаться снизу ломать ее что прицеп сюда выходил потом сюда дольше другого просто выбора не вижу а задом туда ехали в той выгрузке километра на два задом я точно до обеда буду ехать бульдозер сломанный который там стоит поэтому ребят вытаскивать нечем будут ждать пока начальство решит пока кого-нибудь они сюда пригонят а это друзья не так уж все и быстро как бы мне все это замутить а приходится конечно таким извращением бывают заниматься другого выбора просто нет либо здесь на весь день торчать нет короче не решился что-то просто я даже не пойму что делаете как быть маленький очень сильно маленький радиус на просто не хватит прицеп взломать что я спускаюсь вот на машине туда вниз у меня при запущен асфальт стоит как мне его надо вообще не знаю короче или я такая путевая здесь ну вроде откопал крыло взгляд хотя все равно он задрался болезнь все назад потянуты да да пусть пусть смотрит я буду приходить чуть-чуть здесь здесь и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ждем, сейчас нам площадочку подровняет здесь, подберет. Это волево выгрузится, потом я выгружусь, и еще за мной волево стоит. Нам три машины надо сюда высыпать. Пробует коллега развернуться. Продолжение следует... Ему надо прицеп туда заломать, заломать его сюда, чтобы выехать. Потом эта волево будет разгружаться. Буксует блокировочки, братан. Буксует одно колесо у него. Сейчас блокировки включит. Вот, включил блокировки, даже ни одно колесо не буксу. А не, он без блокировок ползет. У него правая сторона буксует. Молодец! Вот, мне интересно, по песку он проедет? Просто по песку. Хотя, я думаю, навряд ли. Выскочил. На четырехосных на ту сторону возит песок. Вот, где катки катают, на ту сторону таскают. Пойдем за своим аппаратом. Сейчас мы вам покажем, как надо засаживать по самой ушке. Да нет, я думаю, КамАЗ здесь справится. Я думаю, не столь серьезно. Просто не надо останавливаться, и все. Сейчас мы покажем, мастер-класс, как нужно засаживать по самые ушки. Не, шутки шутками, нельзя садить. Тем более, у меня колпаки. Чтобы их не повредить, никакой клеи, никакого буксования. Ну что, пробуем. Ага, буксовывает. Давай, 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 родной. Давай, поползли. Ну, здесь нормально. Здесь ребята, они уже клею наготали, поэтому здесь можно и не бояться. Здесь подклеем прям ништяк. А хотя не ехотя. Хотя буксует. Чуть-чуть. Ну, я так боюсь, конечно, мне спускаться. Сейчас спустишься, нет, там еще не поднимешься. Вот печалька будет, да? Вот печалька будет. Ну, мне повезло больше всех. Я заехал отлично. В нем, можно сказать, фар там много. Площадку почистили, я заехал, как делал человек. В некоторых, ребят, утро начинается не с кофе. Или, как говорится, утро добрым не бывает. С карьера выехал в 6, сюда приехал где-то в 8, сейчас у нас в 10.20. Два часа я тут проторчал. Два слоянца. Вот так вот на песке работать. Пустая, даже не буксует. Едет как по асвальту. Грохот такой под кабиной. Теперь куски грязи отлетают, бьют под крылком. Больше сюда я не поеду, ни ногой. Пусть они сами сюда ездят. Вот представляете, мужики, если бы я не послушал приемщика, как и наши остальные, да, вот ребята, которые разгружались, мы бы разгрузились там, пусть мы там чуть-чуть бы постояли, но мы бы разгрузились и уехали. Может, давно мы были по карьере, а он стал езжать сюда, тут ночью машины разгружались, нормально. Ну вот, вот так примерно выглядит нормально. Ребят, как ретарда тормозит. Смотрите, вот на все включаю. Видите, как она ее останавливает. И проценты, видите, показывает. Расцепление выжил, все, ретарду выключил. И тормоза даже не нужно нажимать, вернее. Она и без тормозов прекрасно тормозит. У нас один ночью умудрился, мужики рассказывали, видите здесь, да, какой обрыв. Загоняли прицеп, получается, оттуда, когда заезжаешь, сюда прямо протягиваешь, ну и как бы отсюда заталкиваешь за кучу туда. Где вовсе я и провалился, сейчас я вам покажу. Так вот он ночью смотрел, видно, только в свое зеркало, в правое не смотрел и свалился как бы туда. Хорошо прицеп его держал, машина как бы свалилась, а прицеп его выдержал как бы. Поэтому, ребятки, поаккуратнее в таких ситуациях. Нужно зеркало смотреть всегда, и слева, и справа. Вот именно здесь, где экскаватор стоит, здесь я и застрял. Потому что сюда протягиваешь, сюда надо, где экскаватор стоит, надо протягивать. Сюда, ну здесь, видите, как бульдозером сейчас загладили. Ну а что это загладили? Сейчас груженую машину сюда заталкиваешь, прицеп тонет. Хочешь, не хочешь, а в таких ситуациях машина застревает. Ребятки говорят, на волю очках вот этот прицеп немецкий, как он там называется, Шмидтс, по-моему. Говорит, бля, говорит, вообще, ну типа, такое устойчивое. Он подушки не спускает, у него автоматика стоит. Вот он поднял кузов, кузов начал подниматься, и все, и у него сами подушки начинают спускаться. Как бы не надо, говорит, выходить, кран дергать, говорит, сам за себя думает. Говорит, он только что длинненький, немного неудобненький. Так, говорит, ништяк. Наконец-то, брат, вас валиваем. Поеду я лучше в Щербинку. Все, друзья, такое у нас сегодня неудачное, я бы сказал, такое неудачное утро. Чуть-чуть помудохлись, ребята. Мне повезло больше всех. Они как бы разгрузились, дорогу укатали, накатали, и я, в принципе, пудлее проехал. Ништяк. Это хорошо, что я не первый сонулся. Все, всем спасибо. Всем пока-пока. Спасибо. Спасибо.